всем привет вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами мы слоянчик настенка мирошка артемка радюшка в полном составе ребятки сегодня будет такое огромное количество таиланда сегодня будут такие места же потрясающих с горим как следует короче погнали в новый выпуск ребятки этот таиланд сезон хуки поехали мы решили перекусить заехали в магазин приехали вот на такой пляж красивый кстати он прикольный в саваналом продаются такие вот роллы здоровенные корейские есть острые есть не острые пиццу йогурты и он так вот кайфуем после того как мы поели ребятки сыты довольны сейчас пойдем немножко искупаемся потому что вот этот пляж по мнению интернета считается одним из лучших на пхукет она на самом деле про какой пляж не считаешь все самые лучшие для нас на самом деле самый лучший пляж считается тот где мало людей нет мусора плавный заход нет волн их пляжах чистая вода но на этом пляже есть еще классная локация как клёвая лестница до нее доберемся она в конце находится и вы в комментариях напишите что напоминает вам эта лестница есть достаточно большая парковка вот этот берег нравится все эти такие камушки прикольные есть качелька пойдем посмотрим какая водичка это кстати плюс один пляж где катают серферы посмотрите я даже не не видел вообще просто видела но игры блин здесь же можно катать а вода вот так вот мы спустились пожалуйста катают здорово он девчонки устроили фотосессию там по камням можно тоже полазить кстати сейчас час дня солнца просто от я прям чувствую как меня просто нереально палит солнце от вообще пошли-ка мы быстро искупаемся и и надо валить ну как же без фотографии конечно обязательно нужно искупаться ребятки так солнце нас еще ни разу не жарила это какая-то жесть пойдемте есть эти камни местами надо быть надо быть внимательней здесь нет камней у вот камень но и я не убил а да главное чтоб головой не тюкнуться ой-ой-ой-ой о волны какие-яй ой красота вредку пляж покажу вам да как выглядит он с моря он красивый да у него немножко пытается зайти Ой, красота. Да, волны классно накатывают. Вот, смотрите, какая волна. Нифига себе! Вот-вот еще одна идет. Посмотрите, что творится. Ой-ой-ой! Вот это жесть! Да, вот, парни встают на доску. Ой, не, это плавное. Вообще нет понимания, как уйти с этого пляжа. Этот пляж реально заслуживает посещения. Он действительно крутой. Какие здесь волны, какая здесь потрясающая вода. Вау, сейчас попробуем до того конца пляжа доехать, чтобы найти эту лестницу. Она просто очень красивая. Вдоль берега прям, знаете, такой ночной рынок установлен. Посмотрите, можно купить еду. С другой стороны, массажные всякие салоны, отельная линия, да? А здесь вот даже одежду можно купить, лежачки, шпажечки. В общем, пляж реально крутой. Вон фруктов сколько, потрясающе. Мы нашли эту лестницу. Единственное, что до нее нужно сейчас дойти в небольшое такое пригорочко. Машину, вот видите, оставили вот там внизу. Ну что делать, это очень крутое место. Если вы готовы, то смотрите. И гляньте, куда уходит эта лестница. В общем, ребятки, фотки отсюда получились клевые, потому что помогли вам ребят и тут сзади. Да, да, давай сам. Локацию оставляю в телеграме. Ну и там, естественно, сможете посмотреть эти потрясающие фотошки. Какая здесь красота. Да, вот такие места мы очень сильно любим. Мы сейчас приехали на пляж, который называется Банана Бич. Банана Бич. Здесь еще недалеко от горах есть водопад Банана Бич. Но он такой не совсем как бы водопадный водопад. Поэтому мы сходим на пляж. Там такая лазурная водичка, такая скалистая бухта. Чего Мирошу? Ой, Мирошу нравится машина, понравилась. Такой вот джип-рангель красивый. Фух, вдоль дороги. Вот так вот оставили машину там на повороте. И сейчас где-то надо будет нам просто вот спуститься. Опять спуск. Ну, лагуна здесь, конечно, прикольная. Спуск такой. Вон, каяки здесь выдают. Своя инфраструктура. Ну ладно, спускаемся. Тихо, аккуратно, падай под ноги. Не идите, я тут очень ровно. Я вообще не иду к падай. Тут очень опасно. Папа удается, все, она летит прямо вверх. Сегодня конкретно, на самом деле, так сгорели. Солнце ядреное. Сейчас здесь маленько покупаемся и все. Домой отдыхать спились. Получается, очень, очень много людей. Как-то сверху не так казалось всех много. Но вот много. Но он красивый. Вот эти вот скалистые камни, да? Прикольные. Ну, людей, тьма. Это не гуд. Мы такое, конечно, не любим. Лодки стоят, видимо, здесь. Доплыть можно куда-то. Как вам такой пляж, а? Подгон здесь. Что, как тебе, Настенка, пляж такой? Пушка вообще. Ну, людей, мне кажется, очень много. Много. Да? Ну, красиво, да. Ну, красиво, ну, прям вообще. Топчик. Еще бы людей всех чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Раскидать здесь, да? Да? Приходи. Но. Мироша, ты краснющий. Змея. Ага. Пап, змея. О, мышечка большая змея ползет. Зеленая. Пап, где змея? Все, вон она, вон она ползет. Пап, где она? Ай, какая милашка. Какая милашка. Вау, какая милашка. Он не вон сквозь. Вот это да. Утро начинаем сегодня с прекрасного вида, да? И до свидания этому прекрасному комплексу. Мы уезжаем. Правда, пока на момент записи это видео я не знаю, куда мы поедем. Мы забронировали квартиру в центре острова, но, к сожалению, нам вообще никак не отвечают уже почти сутки. Максимальный порог ответа у человека, кто задает 10 вечера. Ждать, конечно, до 10 вечера тоже не вариант. Поэтому, не знаю, возможно, мы сейчас заброним какой-нибудь отельчик. Почему отельчик, тоже чуть позже расскажу. Но посмотрим, короче. Тёй! Пойдем, пойдем. Вы тут видите на кипише быстренько все собрали. Нам уже надо срочно выходить. У нас туда 11 нужно съехать. Время почти 11. Все, быстренько чик-чик и поехали. Мы вот в своем репертуаре сели уже в машину. Все загрузили, ключи сдали. И ищем жилье. Наверное, вы сейчас спросите, а чего раньше нельзя было найти? На самом деле жилья сейчас здесь нет. Но как бы оно есть, но, например, если рассматривать квартиру, то это 100 долларов. От 100 долларов за сутки начинаются квартиры. Если меньше 100 долларов, там за 80, за 70, за 50, это хостелы. Естественно, хостелы нам не подходят. Почему мы гостиницы не хотим? Потому что там нет кухни. И есть как бы постоянно в кафешках тоже не совсем вариант. Поэтому у нас вообще выбора не остается. Если только вот сбронировать в гостишке. И есть одна гостишка, у них есть номера и есть общая большая кухня. В принципе, прикольно, все чистенько, хороший отзыв. Возможно, туда поедем. Сейчас буквально 10 минут и что-нибудь решим. Ну вот, например, по ценам. Вот мы нашли, короче, отельчик такой. Три звезды, все дела вроде симпотные. Ну посмотрим сейчас, как будет. Оплата в отеле. Вот у нас выйдет 2,521. Вернется еще кэшбэком. 350 бат. Это, кстати, очень хорошо. Так, ладно, бронируем. Так как во всех сервисах тоже есть город Пхукет, а есть остров Пхукет. И, конечно, это важно выбирать. Иначе можно с жильем лохануться. Естественно, в каждый переезд мы заезжаем и заправляем бензинчик. Ой, здесь что-то все закрыто, закрыто. Надо будет постоять тогда вот здесь, да? Да, машина дает, конечно, максимальные возможности в плане вот даже переездах. Я уже молчу про путешествия. Не знаю, что бы мы сейчас сделали, если бы не взяли машину. А машину мы брали у ребят в Паттайе. Классные ребята. Макс Ренткар называется. Контакты я оставлю в описании. У них автопарк новых машин. Как мы бронировали, выпуск можете посмотреть. Вот мы до сих пор на машине катаемся. Вообще довольны, как не знаю кто. Потому что без машины не было бы таких классных путешествий по Таиланду. Карточки UnionPay принимают, это хорошо. Здесь вот на капот ставят такую штуку, заправка. И будут сейчас заливать. Мы почти вообще на нуле. У нас там на 20 километров топлива осталось. Надо залиться. И все, нам этого хватит на все путешествия по Пхукету. И я думаю, что даже больше. Масштабы Пхукета, чтобы вы понимали, это северо-на-юг 60 километров. С запада на восток буквально 20 или даже 15. То есть, по сути, полного бака за глаза. На 1010 вышло. 30 литров по 33-47. Доехали вот до отеля. Достаточно такой... Ну, с виду ничего так. Номера вроде тоже нормальные. Но посмотрим. Думал, карты оплатить. А что-то карты не проходят. Поэтому сейчас вон с мальчишками идем, снимем наличные денежки. И оплатим, значит, кэша. Так, денег немного сняли. И теперь готово. Вот, везде комиссия всегда 220 бат. Все, окей. Чип. Мы получили ключи. Так, вроде здесь нам нужен номер. Сюда. Пойдемте посмотрим. Это здесь такой вот холл. А, мы, короче, прямо возле лифта, получается, был. Сейчас посмотрим, как выглядит наш номер. Заходите. Офка. О, немножко уставший. Ну, что тут скажешь. Как говорится, номер как номер. Немножко, конечно, уставший. Но это, наверное, мелочи жизни. Здесь, значит, в номере, что у нас есть. Вот, по сути, это только столешница. Две большие кровати, на которых мы поместимся. И окно непонятно куда. Ну, собственно, такой номер исключительно для того, чтобы просто пожить и изучить эту часть острова. Небольшой холодильник, это, конечно, хорошо. И есть чайник, можно попить чаек. Это тоже достаточно неплохо. Так, и есть еще ванная комната. Ну, в принципе, все достаточно очень минимальное. Ну, самое важное, конечно, что цена адекватная, учитывая, что сейчас самый-самый крутой сезон. Сейчас надо сюда вещи затащить и отправиться на обед. Зашли вот в местную кафешку. Здесь ценники прямо вообще кайфовые. Все по 50, по 60, а тут что-то по 70 бат. Это, видимо, большие порции. Но то, что надо. Вот проблема не туристических заведений, кафешек. Это то, что тебя особо не понимают. Вот мы заказали три том-яма и один рис. А в итоге нам принесли два риса. И как сейчас будет с том-ямом, непонятно. Дубль-2, кадр-1. Мы заказали том-ям. Но здесь том-ям выглядит совершенно по-другому на водичку пейную. Получается, приносят рис. Вот сифуд мы заказали том-ям. И какой-то бульон. И они начинают выносить рис. И выносят вот эти объехать. Зачем нам столько риса? Мы же только не заказывали. А потом сообразили, что вот том-ям у них вот так именно выглядит. На 200 бат плотненько поели. Исучаем сразу райончик. У нас вот 7-11. Вот тут вот сразу лотус. Где можно купить свежее мяско. Но нам оно не пригодится, потому что плитки у нас нет. И готовить сами мы не будем. Вот, конечно, отели нам вообще никак не подходят в этом плане. Мы вот как-то говорили, что вот у вас все слишком хорошо. Вот, пожалуйста, засеялись в такой отель. Потому что рынок просто пустой. Здесь мегасезон. И, конечно, вот в таких вот номерах надо начинать с уборки. Вот, пожалуйста, Настенка убирается. Замочили ванну, чтобы здесь хоть как-то мыться после прогулок. Нет, оно не было. Оно видно, что плохо убрано. Оно очень плохо убрано. Ну не то, что прямо очень, но плохо. То есть заляпано. Заходишь, а... Я бы таким отельером, я не знаю, вот за такие отзывы, вот приходит, например, какой-то блогер, показывает, вот как убран номер. Я бы просто забирал бы нахрен лицензию или давал единственный шанс исправиться. Если есть такие отзывы, то просто вообще этот человек не имеет права никакого морального заниматься отельным бизнесом. Потому что это вообще полное неуважение к людям. Это просто, ну, я не знаю. Что вы скажете, пишите в комментариях. Как бы, ладно, все чистенько, там постельное белье, все хорошо, вон, беленькое, светлое, но тем не менее, да, как бы, когда ты заезжаешь, и у тебя там, видите, это вот доскональный осмотр, там какие-то непонятные пятна на стенке, да. Либо насенка берет кружку, она прям грязная, вот мы сейчас пошли их, да, помыли. Ну, так вот. Это вам покажу вид из окна. Ой, какой прекрасный. Ну, на самом деле, вот даже вид на горы. А если вот так вот высунуться из окна, то вот можно еще на горы любоваться. Вот так вот. Наш отельчик не вызывает доверия, в номере даже сейфа нету, поэтому рюкзак с техникой из документа мы берем с собой. Единственное, что выпуск грузится на YouTube, поэтому компьютер мы здесь оставим. Так что, если не будет выпуска, то придем. Мы собрались и поедем гулять в центр Пхукета. Города Пхукета, напоминаю, не острова. Вот мы и доехали, здесь огромное количество в центре вот этих вот 3D всяких граффити прикольных, красивая архитектура. Ну, не то, что красивая, а такая, знаете, своеобразная. Подкрашенный, смотрите, посмотрите, подкрашенный, очень красиво смотрится. А там и припарковать там еще красиво, мы просто туда не пошли, но мы еще если пойдем, мы покажем. Ну, мне вот это нравится, а вот такие обшарпанненькие, ну, тоже прикольно. Ну, в центре вон беленьким выкрасили тоже, видишь? Классные вообще. Ну, не, на самом деле, очень атмосферно. Я когда увидела, когда я узнала, что Пхукет это не остров, а есть еще и город Пхукет, где такая старинная архитектура, это, я думаю, что это связано, скорее всего, со временами внедрения каких-то европейцев сюда. Потому что это очень напоминает. А или китайская, очень много здесь какой-то еще архитектуры. Чисто коляску возим с собой для того, чтобы там возить просто салфетки, там, водичку, там. Пусть на Мирошка вообще отказывается. Да, вот это очень клево, китайский такой дом. Это, кстати, продолжение всего вот этого длинного дома, только вот сделано обшарка китайских стилей. Вообще мы так у них где архитектуру, кстати, не видели. Да, интересно очень смотрится. И вот дальше домики, видите, вот эти цветы тоже смотрятся красивые, выкрашенные. Ну, вот еще одно здание, посмотрите, какая красота. Это, я так понимаю, банк Пукета. Да, супер. А сейчас мы попадем к зданию, которое, ну, очень красиво. Я вообще люблю здание, которое так и называется, ратуши. Там, где огромные часы, ты можешь даже на часики сверить. Ну, и вот, пожалуйста, речушка, говнотечка какая-то печет. И вот оно, здание. Гляньте, как красиво украшено. Здесь отсюда 31 декабря в ночь на 1 января разлетались салюты. Здесь была красивая такая движуха. Ну, и вот сейчас, да, можете заметить, как здесь все классно. Дед Мороз такой, Санта-Клаус, огромный банк. Вау, класс. Непростая задача перейти дорогу, но я уверен, что у нас сейчас это сделать получится. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Мы красавцы, мы перешли. Е-е, Мирош, у тебя получилось что сделать? Мирош, мы в другую сторону идем. Дай сюда. Да, это суперкрутое место. Сюда прям притягиваются люди. Вот видите, с какой аппаратурой. Ронины у них в руках, значит. Вот так вот. Да. Очень крутой бант. Ребяточки, традиционно за нашими фотографиями отправляйтесь в Телеграм, потому что мы прям поймали красный светофор, вышли вот сюда, прям вот так вот на проезжую часть, сделали фотки вот с этим вот бантом. Там у нас сенки получилось очень клево, так что обязательно. Смотрите, какие здесь клевые бары. Вот так вот можете посидеть, классного пива попить. Мороженое сидите и... О, смотрите, какое мороженое прикольное здесь. Э-э-э, не-не, пойдемте дальше. 90 бат мороженое стоит. И вот красивая тоже архитектура. Какие-то студишки, коноплишки. Ой, прикольно вообще, а. Здесь очень много переулков стрит-арта. Тоже своя, в общем, атмосфера. Мне очень нравятся вот эти, вот видите, ролеты такие своеобразные. Мы еще в Бангкоке на них посмотрелись, вот эти решетки, так чик, сопускаются, а-ля безопасность. Ну вот, вот, смотрите, какая прикольная, да? Такая-то картинная галерея. Точнее, знаете, наверное, даже какая-то мастерская. А вот, смотрите, мы проходим здание. Оно очень популярно у туристов. Это вообще отель. Смысл в том-то, что почему он всех притягивает, во-первых, там своя такая интересная атмосфера, и он засветился в фильме то ли пляж, то ли пляжи, знаменитый фильм. Но на самом деле я очень мало смотрю всяких фильмов. Носенка такая, о, да, точно, серьезно. Стой, 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 Мирошень. Нам нельзя сейчас с этим, мы фотографируемся. А напротив этого здания еще одно, посмотрите, какое красивое здание. Видимо, здание банка тоже. В общем, я так понимаю, самые красивые вот эти вот ажурные такие здания, это как раз банковская история. Ребятки, в общем, вот в этом здании вообще просто сплошные фотозоны. Посмотрите, вот стол со стульчиками, декорация. Вот этот вот бокс для приема писем, дальше еще декорация. Здесь же есть лестница на второй этаж, там фотографируются девчонки. Но фотки отсюда явно получаются очень крутые. Каждое здание требует фотографии. Гляньте, какое еще красивое здание. Сколько здесь людей, и все фотографируются, представляете? Мы сейчас тоже здесь сделаем пару снимков. Вот это китайский храм, который сейчас закрыт. Вот, видимо, китайцы сначала посетили его, потом пошли сюда. Их здесь очень много. Барчик. Это какой-то укрепой. Ребятки, будете в этих краях обязательно заедете в город Кукет и погуляете вот по вот этому старому городу. Это миллион стоит 10 пас Dad. Мы поездом на часах. Их там поднимите. Этоbeans1 басов. Этоhan1 китайцы. Этоokeat,я AWS woland, и ш комфорт, очень долго, не куда-то荒лит. вот очередное красивое здание 1924 года здесь вот все вот это в китайском стиле сделано как сказал китайского китайская барокко типа но прикольно есть на самом деле нужно брать с собой куча костюмов переодеваться ведь каждое здание вот как сказал ранее заслуживает отдельной фотографии просто вот так вот на пухете в городе в китайского такого квартале и мы нашли ресторан батуми интересно почему не хинкальки хинкали стоит 65 бат одна штучка минимум нас заказывать 3 а хачапури лодочкой стоит 350 если какая-то местная тусовка все наели напили пляшут скачет прикольная атмосфера или а и все с таким вот прекрасным видом такие красивые ночные здесь декорации и все главное в китайском стиле шли мы значит на ночной рынок оказалось что он не работает только 5 суббота воскресенье открыт постоянно так и зашли вот такое заведение купили коктейльчики еще кстати меню есть на русском языке и цены классные по 50 по 40 бат от блюда стоит все ребятки мы отправляемся домой очень сильно подустали с вас комментарий и лайкосик пока а и и и и и